Продолжаем обрезку в саду. Погода держится прохладная, деревья не торопятся распускаться, и сегодня мы пришли к этой молоденькой яблоньке. У нее уже заложен первый ярус. Обратите внимание, 4 ветки скелетные основные, и она пытается хорошенько зарасти в верхней части. И сегодня мы с вами будем немножко прореживать и формировать второй ярус. Но всегда, прежде чем начать обрезку, формировку, я советую обратить внимание на те ветки, на те побеги, которые надо удалять сразу же безоговорочно. Это, конечно же, больные, сухие, поломанные. К счастью, у нас таких здесь нет, но есть вторая часть. Ветви, которые растут внутрь кроны. Это не допускается. Такие ветви мы обычно удаляем или сильно укорачиваем, переводя их на плодоношение. Также мы убираем ветки, которые перекрещиваются или очень близко расположены друг к другу. Вот как здесь. Видите? Две веточки, буквально сантиметров 7-8 между ними, они идут в направлении в одном. И даже, смотрите, чуть-чуть перекрещиваются. Видите? Вот здесь, если завяжется яблочко, оно под своей тяжестью будет ложиться на эту веточку. То есть мы одну из этих веток должны будем убрать или укоротить. И, наконец, убираем поврежденные тлей кончики веток. Поскольку здесь практически не используются инсектициды, здесь есть на участке гуляет кот, две штуки, и бегает маленькая янка, то с серьезными пестицидами мы не работаем. Поэтому тля здесь нам немножко повреднячила. Обратите внимание, изогнутые побеги. Оставлять их в таком виде не стоит. Мы их срежем на почку. А сейчас, собственно, перейдем к обрезке. Обратите внимание, здесь очень мощный побег, но я не хочу, чтобы он сильно шел вверх. Я буду укорачивать эту ветку с переводом на боковую. Вот на эту. Что значит перевод? Это значит не просто укоротить спинечком, а укоротить так, чтобы казалось, будто ветка изменила свое направление в нужную нам сторону. По сути дела, перевели действительно. Итак, будем обрезать. При обрезке, кстати, хочу напомнить, очень важно правильно держать секатор. Вот этой вот режущей частью к той части растения, которая остается вот так. Не вот так, хотя вот здесь можно было бы, в принципе, а именно вот так. Видите? Тогда вот эта часть не оставит пеньков и задиров. Итак, мы переводим на боковую веточку. Все, мы укоротили ее. Здесь у нас на кончиках, скорее всего, есть небольшие цветковые почки. И эти побеги пойдут дальше расти. Чтобы они начали активно обрастать, я применяю такой прием, как укорачивание. Укорачивание мы здесь будем проводить на почку. Как правильно укоротить побег на почку? Главное, выбрать, во-первых, почку, на которую мы будем укорачивать, точнее ее направление. И главное, второе, это не оставлять пеньков. Сейчас я специально срежу неправильно. Вот здесь вот мы будем резать. И будем переводить на почку, которая растет наружу, не внутрь. Дело в том, что каждая почка в будущем, теоретически, может дать побег. И в зависимости от того, куда, в какую сторону эта почка направлена, туда и пойдет побег. Если я срежу, например, вот на эту почечку, то проснувшийся отсюда побег пойдет наружу, на меня. И чуть-чуть вверх. Это хорошее положение. Если срежу вот на эту нижнюю почечку, то побег пойдет вниз и потянет всю ветку тоже вниз. Такой прием на срезки на нижнюю почку мы применяем, когда нужно направить ветки, растущие высоко, чуть-чуть пониже. Чтобы они начали как будто загибаться вниз. А вот здесь вот прячется внутренняя почка, вот с этой стороны. Если я срежу на нее, проснувшийся отсюда побег пойдет расти вот в эту сторону, закроет вот эту зону. И, возможно, уйдет туда. В нашем случае я хочу, чтобы почка дала побег, который пойдет наружу кроны, ко мне, сюда. Займет вот этот вот сектор в будущем. И я выбираю вот эту вот почечку. Сейчас я срежу неправильно, специально. Смотрите, я оставила пенек. Этот пенек никогда не зарастет. Он засохнет, он может заболеть. И даже болезнь может проникнуть дальше и вызвать отмирание этой почки. И как следствие проснется эта внутренняя почка, вот здесь она прячется, и пойдет расти внутрь кроны. А нам это не нужно. Вот как в этом случае, видите, вот почка проснулась и начала расти внутрь. Поэтому правильно срезать, обратите внимание, над почечкой буквально оставляя там пару-тройку миллиметров и слегка наискосок. Наискосок, чуть-чуть наискосок. Почему не стоит резать гораздо ближе? Есть риск задеть саму почку, повредить. Вот. Поэтому мы оставляем буквально пару миллиметров сверху, как защитка. Проснувшийся вот здесь побег начнет активно расти, утолщаться вместе с этой веточкой и закроет оставленный срез, не оставив никакого следа. И растение не пострадает. Вот этот срез называется на наружную почку. Вот здесь я хочу срезать слабую больную ветку. Она была поражена мучнистой росой, тлей, и она не даст качественного прироста однозначно. Поэтому мы ее аккуратненько, вот так вот, буквально кончиками секатора вырежем. Обратите внимание, пенька нет. Здесь, видите, пошло искривление. И искривление. Здесь сидела тля, потом мы ее погоняли немножко мылом. Она ушла, но кривизна осталась. Меня это не устраивает. И я сделаю срез с переводом на почку, вот она сверху, которая растет чуть-чуть вверх. Этот побег приподнять. Вот, видите, почечка, вот она прячется. Раз. А вот эту ветку я хочу очень серьезно ослабить. Почему? Она очень активно растет. Посмотрите, вот она. И вот буквально с сантиметров 20-30 выше ее проводник. Это конкурент. Она очень сильно утолщается. Но такого быть не должно. Проводник должен быть только один. Конечно, можно ее ослабить вот так. Сейчас я сделаю неправильно. С моей точки зрения. Можно сделать вот так. И можно сделать вот так, допустим. Сколько у нас срезов? Два. А при обрезке, помните, я говорила, главное, как можно меньше срезов. Лучше один крупный, чем два, три, четыре мелких. И потом мы здесь вызовем, посмотрите, сколько почек, ненужное кущение. Поэтому правильнее будет сделать вот так. Раз. И здесь укоротить вот эти побеги на почку, идущую в сторону. Раз. И вот здесь идет почка в сторону. Два. Обратите внимание, здесь две ветки, которые расположены очень близко друг к другу, они будут мешать. Поэтому одну из них мы уберем, вот эту более слабую, полностью вырезав на кольцо. Что значит на кольцо? В том месте, где любая ветка отходит от ствола, давайте вот здесь посмотрим. Я покажу вам кольцо на примере вот этой скелетной ветви. Обратите внимание, там, где ветка отходит от ствола, от другой ветки, в месте сгиба, образуются такие вот складочки коры, кольцеобразные складочки коры. Это и весь то самое кольцо. Срез надо проводить по внешнему краю кольца, по краю верхнему этого наплыва. Дело в том, что в этих наплывах, в этих колечках сконцентрировано, вот здесь вот тоже хорошо видно, обратите внимание, видите, вот оно, складочка. Вот верхний край кольца, вот он. Именно вот здесь сконцентрировано очень много образовательных тканей. И если сделать срез... Я буду ножиком показывать, немножечко. И если сделать срез по верхнему краю кольца, вот здесь, то эти ткани, оставленные, очень быстро активизируются и заращивают срез в течение иногда сезона двух. Дальше. Обратите внимание, какая деформированная ветка. Это же просто кошмар какой-то. Добра с нее, извините, не будет. Поэтому здесь я срезаю на нижнюю ветку. А здесь мне придется сделать срез на почечку. Мне нужно, чтобы она начала расти более активно. Здесь тоже придется проводить укорачивание на почку, растущую вверх. Вот она. Видите, сильно деформированная, даже начала отмирать. Убираем. А здесь у нас цветочная почечка, поэтому я ее оставлю. Кстати, обратите внимание, вот он, тот самый перекрест. Перекрещивание веток, которые растут крест-накрест. Одну из них надо либо убрать, либо сильно ослабить. Вот эту я хочу оставить. Она отходит под очень хорошим углом. Она растет наружу, на большом расстоянии от нижней скелетной ветки. Смотрите, сантиметров 30-40. Прекрасно. Но зато на этой начинается закладка цветковых почек. Поэтому я выберу почку, которая растет на меня, наружу, и срежу на нее. Я ее фактически остановила в росте, ослабила. Как можно ее ослабить еще сильнее? Срезать на цветковую почку. Вот так. И она будет заниматься только плодоношением. А когда дерево подрастет, сформирует крону побольше, я смогу ее удалить полностью, потому что она растет внутри кроны. Убираем. Здесь мне не нравится, что ветки растут очень близко друг к другу. И я хочу одну из этих веток удалить. Я буду удалять вот эту. Это мне больше нравится. Она более мощная. На ней уже заложены три маленькие кольчаточки. На двух уже цветковые почечки. Поэтому аккуратненько вот эту на колечко удаляю. Вот здесь, кстати, тоже очень хорошо видны колечки. Здесь я укорачиваю побег на верхнюю почку. Я хочу, чтобы проснулась вегетативная. И немножко подтянула ее вверх. Здесь на боковую, чтобы начали просыпаться побеги и идти в эту сторону. Вот у меня здесь хорошая жирненькая боковая почечка. И эту деформированную тоже на боковую, вот в ту сторону. Все поврежденные тлей кончики побегов я убираю. Тем более, что на них могут быть яйца тлей. Сейчас я буду разбираться со вторым ярусом. Именно в этом году я должна определить, какие из вот этих прошлогодних побегов станут в будущем скелетными ветвями второго яруса. Но сначала буду прореживать то, что нам мешает. Вот здесь две веточки, растущие фактически в одном направлении. Слабенькую я убираю. Дальше смотрим вверх. Кстати, ребят, дело в том, что многие из этих веточек уже несут на себе цветковые почки. Это плодовая древесина, прутики плодовые и плодовая капица. В чем их особенность? На кончике таких прутиков и веточек находятся толстенькие плодовые почки. И иногда на стволах мы их оставляем, чтобы получить урожай. А в дальнейшем, как только они отподоносят, а крона начнет формироваться более обширной, более густой, мы их удалим. Итак, мне нравится вот эта ветка. Она будет оставлена. Это вполне будет разреженная ярусная крона. И мне сейчас нужно выбрать здесь ветки. Ветки должны во втором ярусе располагаться так, чтобы они не мешали друг другу. Ни в коем случае. Чтобы они не нависали. Чтобы расстояние между ними было достаточно большое. Вот здесь мне нравится в этом секторе вот эта и вот эта ветка. Если я оставлю вот эту, уберу вот эту веточку, то получается будет очень большое расстояние. Вот здесь вот как раз, видите, оптимальное. Полметра и больше. Поэтому я предпочту удалить на кольцо вот эту ветку. С этой стороны здесь немножко укорочу на плодоношение. Уберу растущую вовнутрь. Мне нравится вот эта ветка. А вот эту я уберу, потому что они очень близки друг с другом и растут в сходных направлениях. Вот эту я тоже уберу. Она слишком близко. Пускай лучше вот эта веточка занимает место. Сейчас мы здесь немножко разберемся. Вот эту я оставлю, но только временно. Именно только из-за яблочка, которое должно вот здесь завязаться. Обратите внимание, как у нас уже становится редко. Раз, два, три. И здесь, видите, какая у нас тут проблема. Еще и еще. У этой яблони, извините, сколиоз. Видите, ее уводят в сторону. И моя задача сделать так, чтобы постепенно ее все-таки выпрямило. Да, я могу взять веревку, шнур и сделать ей выпрямление позвоночника, так сказать. Но можно и сделать так, что она сама это сделает. Но сначала мы должны ей помочь. Мы должны убрать конкурента. Вот он. Растет под очень острым углом. Вот наш проводник. Конкурент. Второй конкурент. Мы должны их обоих не просто укоротить, ослабить, а именно убрать. Убираем, полностью вырезаем на кольцо. Аккуратненько. Где-то, может, кончиками самыми. Без пенечков. Теперь смотрим сюда. Видите, две ветки, идущие в одном направлении. Близко расположенные ветки. Какой-то одну мы должны оставить. Можно оставить эту. Но я предпочту вот эту ветку оставить. Хотя она и слабее, потому что она более близко расположена. А здесь у нас плодушечка. Она не будет дальше расти. Она даст яблочко, повиснет, и потом мы ее уберем. Поэтому я немножко прорежу все-таки верхнюю часть кроны. Вот. И что мне делать вот с этим безобразием? Смотрите. Очень сильно искривленный побег. И моя задача сейчас сделать так, чтобы укоротить проводник так, чтобы проснувшийся новый побег начал тянуть крону сюда. В сторону, куда нам нужно выпрямить. Для этого я должна найти хорошую, здоровую почку. Вот она. И я срежу на нее. Еще очень важный аспект. Это именно ровный прямой побег. Вы видели, выше он был очень сильно искривлен. Итак, смотрите. Я вытянула вот так. Проснувшийся вот здесь побег, он будет расти ближе к условной оси дерева. И потихоньку, естественным образом, выпрямлять эту яблоньку. Сейчас еще немножко здесь мы ее подправим. Укоротим побеги. Здесь у нас плодушечка. Здесь у нас плодушечка. Наша маленькая яблоня, тем не менее, решила всерьез заняться плодоношением. Вы знаете, очень сильная обрезка для деревьев иногда бывает нежелательно. Особенно для такой культуры, как груша. И нежелательно для яблонь, ослабленных. Зачем? Дело в том, что сильная обрезка может спровоцировать очень сильный рост, избыточный. А нам главное, чтобы сформировался очень крепкий, хороший костяк. Поэтому вот это я еще укорочу на боковую почку. Видите, тоже искривление. У меня хорошенькая боковая почка. Все. Излишней обрезки я ей давать не буду. Я хочу, чтобы мое дерево не росло, как сумасшедшее. Чтобы оно больше внимания уделяло закладке цветковых почек обрастанию капецами, плодовыми прутиками и плодушечками. Как оно сейчас и делает. И наконец, после того, как вы обрезали дерево, не забудьте замазать все срезы. Если дерево молодое, я замазываю буквально все. Даже на однолетних побегах. Когда дерево уже нарастило достаточно массой, ему исполнилось 3-4 года и больше, то я замазываю срезы площадью от сантиметра и выше. На старых деревьях, соответственно, сантиметр полтора и выше. Все срезы стараюсь замазывать. Ну и, конечно, обработка. После того, как вы обрезали дерево, если вы это не сделали раньше, нужно провести обработку либо препаратами меди, либо ИСО. Если не успели сделать это раньше. Кстати, во время обрезки обратите внимание на одного крайне редкого в северной части Беларуси растения-паразита. Сейчас я его вам принесу. Это амила белая. Раньше она встречалась в основном по югу Беларуси. Но в связи с потеплением климата она успешно продвигается все дальше и дальше и на север. Вот это срезано в Червенском районе. Срезана она на березе. Она очень любит тополя, березу, но с не меньшим успехом поселяется и на плодовых деревьях. На моей практике были случаи, когда я срезала ее, убирала с деревьев яблони и видела деревья груши, заселенные этим интересным паразитом. Что собой представляет амила? Высшее растение, цветковое, паразит или полупаразит. Она использует наши плодовые деревья, наши декоративные деревья в качестве источника воды и минеральных веществ и опоры. Вот здесь, обратите внимание, она запустила в веточку березы свои присоски, свои такие особые выросты, благодаря которым она перехватывает те вещества, которые береза отправляют к своим листочкам и обратно, используют для себя. Когда она очень сильно разрастается, деревья страдают. На плодовых, запомните, амилы быть не должно. И вторая опасность, которая представляет себе амила на деревьях, это разломы. Это вечно зеленое растение. Представьте, лиственное вечно зеленое растение в наших условиях. Даже зимой она сохраняет зеленый цвет. Огромные шары амилы, снежные зимы, собирают на себе столько снега, особенно если он мокрый, что деревья не выдерживают и разламываются. Таким образом, если у вас завелась на участке амила, срезаем ее и убираем. Ей нечего делать у нас в саду. Ну и, наконец, маленькая особенность этого растения. У древних друидов амила считалась священным растением. Ее срезали только в определенные фазы Луны, причем исключительно с золотыми серпами, использовали для лечения. И долгое время люди считали, что это мифы. Но когда начали исследовать биологически активные вещества, которые содержатся в амиле, оказалось, что она действительно лекарственное растение, обладающее противораковыми свойствами. Так что древние друиды имели рацию, они действительно знали о ней очень много. Это лекарственное растение, но пускай лучше, оно растет где-нибудь в лесу, а не в саду. Кстати, ее еще называют птичий клей, потому что размножается она благодаря птицам. Птички подъедают ее беленькие ягодки, которые обладают крайне клейкой мякотью, а потом чистят клювики от этого налипшего клея от этой мякоти, разнося одновременно семена по всем деревьям в окрестностях. Вот такой интересный вредитель встречается в наших садах, и его вы тоже можете спокойно срезать. Итак, мы, любя, щадяще обрезали нашу яблоньку. Сейчас я возьму краску и аккуратненько закрашу срезы. Ну а пока прошу обратить внимание на форму нашей яблони. Да, здесь пока у нас немного веток, мы выровняем. Но в идеале деревце для приусадебного участка, которое режут и для души, и для урожая, должно в своей проекции вписываться в этакий более-менее равнобедренный треугольник. Кстати, если посмотрим вот с этой стороны, то оно как раз в такой треугольник и вписывается. Проводник однозначно должен быть выше сантиметров на 30, чем все остальные ветки. Только тогда он будет чувствовать себя действительно доминирующим. У груши проводник должен быть как можно выше. Только тогда вот эти ветки поймут, что у них есть глава, а их задача заниматься обрастанием и плодоношением. Если у вас, уважаемые наши зрители, есть вопросы, то, конечно, по обрезке задавайте, и мы с удовольствием постараемся на них ответить. Кстати, а приобрести садовые инструменты для ухода за садом вы можете в нашем магазине Процветок. С вами была Юлия, Яблоня и канал Процветок. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова